приветствуем вас на канале крипто комманс в очередном выпуске news блока крипто как и всегда за минимальное время с максимально важной и полезной информации о том что произошло в мире крипто за последние несколько дней и конечно же с разъяснениями и выводами и так сегодня мы вам расскажем что прекращается выпуск стейблкой на usdc на блокчейне трон что генеральный директор ripple брэд горлингхаус в интервью bloomberg tv разоблачает не разбирающихся в крипто политиков о том что кошелек metamask будет уведомлять своих пользователей о потенциальной опасности и в завершении выпуска нам расскажет о ситуации на рынке кевин свэнсон оставайтесь с нами итак выпуск usdc на трон все поддержка закончится в следующем году circle компания стоящая за вторым по величине стейблкойном в мире объявила о прекращении поддержки сети трон несмотря на то что выпуск новых usdc на троне уже прекращен поддержка стейблкойна в этой сети продолжится до февраля 2025 года и хотя circle воздержалась от объяснения конкретных причин прекращения поддержки сети вполне вероятно что обвинения наряду с недавней волной эксплойтов сети трон сыграли значительную роль в решении эмитента данного стейблкойна и кстати всего лишь в прошлом месяце отчет рефлексивити research показал что трон обогнал эфириум в различных сценариях использования из детей на 8 процентов сейчас поясню начну с того что у usdc уже давно идут некоторые проблемы с регуляторами поэтому на мой взгляд любой чих и потенциальный риск для них уже перебор теперь что касается эксплуатов трона если внимательно разобраться то не трон ломали а различные решения построены на троне да уж астина сана не самые легкие времена потому что многие из его проектов в очень большой степени пострадали от различных кибератак но важно понимать что сама сеть трон никоим образом скомпрометирована не было это второе теперь третье помнишь дорогой зритель сколько было бесконечных разговоров о том что стейблкойн usdt опасен что он не обеспечен и вот-вот рухнет после этого было много отчетов и доказательств что он полностью обеспечен и похоже что он действительно с запасом обеспечен его эмитент тизер уже много раз отчитывался об излишках которые компания накопила причем речь идет о миллиардах долларов при этом стейблкойн продолжает держать лидирующие позиции в рынке а еще вспомни когда последний раз ты использовал крипто переводы то какой стейблкойн и на каком блокчейне ты использовал смею предположить что скорее всего это был и есть дети на троне поэтому правильные новости скорее читать нужно так дело не в сети трон и стейблкойне и из детей а в стейблкойне и здесь и выводы дорогой читатель и делай сам и ты прекрасно знаешь что это не финансовый совет продолжает наш выпуск интервью на блумберг тв генерального директора рипл лапс брэда гарлинхауса в котором он разоблачает американских политиков не разбирающихся в крипто и стремящихся это крипто регулировать она очень короткая и абсолютно заслуживает вашего внимания давайте послушаем как вы наверное уже знаете рипал андрессон хоровиц и coinbase объединились и сделав супер предложения каждый вложив 25 миллионов долларов для того чтобы поддержать кандидаты в конгресс поддерживающие крипто поддерживающие конструктивное регулирование поддерживающие новации и защищающие интересы покупателей я думаю что для многих политиков слова крипто является звуком который для них не несет понимания как работает крипто они говорят такие вещи которые даже не вяжутся с фактами и я думаю что проблема заключается в ведении компании по выборам рипал выделяет средства и я лично жертвовал деньги на кандидатов поддерживающих крипто из обеих партий даже сегодня я особо подчеркнул что джон дитон очень известный человек поддерживающий крипто сообщил о своей кандидатуре против элизабет уоррен да она об этом сообщила верно что же с учетом сказанного мы также знаем что или забит ворон пытается сделать крипто индустрию регулируемой законами а мл и законами кей войси то есть большей степени похоже на банковский сектор является ли это тем что вызывает грустью крипто сообщества и тем с чем вы активно боретесь о нет наоборот я бы даже поспорил что элизабет уоррен не права смотрите если вы регистрируетесь на coinbase вы обязаны пройти кей войси зная своего клиента вы должны пройти процесс верификации показывая свои лицензии и они делают эти проверки и как я говорил ранее абсолютно и абсолютное большинство людей в крипто индустрии являются добросовестными участниками желающие следовать правилам иногда нам нужно знать эти правила но кей войси мл это не те правила которые вводят в заблуждение я знаю что большинство участник в индустрии их уже используют но я думаю что элизабет уоррен хочет чтобы мы поверили что как-то эти инструменты к крипто не относятся но это не так что ж бред шаг за шагом ты постепенно распутываешь клубок лжи и лицемерия от так называемых защитников интересов пользователей алчных и жадных единственная цель которых это преследование личных интересов зачастую эти люди даже не разбираются в теме о которой говорят но я раз на стремящиеся навязать свою точку зрения которую необходимо соблюдать всем вокруг у меня для таких всегда заготовлен один ответ идите в жопу идем дальше кошелек метамаск запускает оповещение безопасности в реальном времени после обнадеживающих испытаний популярный некостидиальный кошелек метамаск объявил что запускает встроенные функции безопасности для пользователей мобильных приложений и расширений в которых будут оповещения о потенциально вредоносных транзакциях их появление вызвано все еще широко распространенным мошенничеством только в прошлом году пользователи потеряли 1,7 миллиарда долларов сша согласно данным чейн анализис разработку оповещения метамаск ведет совместно с базирующейся в тель-авиве компании блокейт занимающийся безопасностью веб-3 оповещение пока не дают контекста того почему транзакция кажется подозрительной но команда надеется что и и поможет развитию системе автоматически объясняя почему что-то опасно сделать блокчейн безопаснее это долгий путь сразу отмечу дорогой зритель что на мой личный взгляд кошелек метамаск довольно неплох особенно с учетом того каким образом разработчики ведут его разработку эта открытость постоянное обновление ясная дорожная карта если ты используешь его как повседневные для транзакции небольших сумм то наверное это выбор хороший однако для хранения своих более крупных активов если они у тебя есть горячие кошельки мы использовать не рекомендуем холодный кошелек то есть который не общается с интернетом напрямую вот наш выбор ну а если он еще и аппаратный то это именно то что крипто комманс и рекомендует но даже такое решение не избавляет вас на сто процентов от всех имеющихся рисков поэтому чтобы понимать эти риски и грамотно с ними работать следи за материалами на нашем канале для этого подпишись поставь лайк нажми на колокольчик и напиши в комментариях что ты думаешь на этот счет мы их внимательно прочитаем и отреагируем в следующих выпусках и завершает наш сегодняшний выпуск кевин свэнсон со свежим обзором рынка конечно же выводами и прогнозом на будущее кевин сцена твоя bitcoin продолжает удерживать уровень в 50 тысяч и каждый раз когда цена проваливается ниже а медведи пытаются продавить вниз в дело вступает поддержка над 50 тысячами мы видим несколько отскоков прямо от 50000 и это очень позитивно теперь укрупнимся до дневного таймфрейма парабола в которой мы находимся очень конструктивное движение цены а также пробитие сопротивления и образование поддержки над уровнем предыдущего сопротивления экспоненциально восходящие низы и bitcoin парящий над 50 тысячами долларов при этом всем нужно помнить что данный рынок крайне волатилен что никогда не должно для вас становиться сюрпризом и вот что я вижу глядя на дневной график если bitcoin даже если bitcoin полным ходом опустится к 47 тысячам уровню предыдущего сопротивления найдя в нем поддержку и пока медведи будут верещать это будет всего лишь очередным конструктивным откатом формируя экспоненциальный низ так что медведям предстоит хорошенько постараться перед тем как они смогут разрушить этот тренд перед тем как они скажут конец потрудиться им придется основательно ведь быки сохраняют контроль за этим рынком так что не будет сюрпризом если мы убежим к 55 тысячам а затем откатимся к 47 после чего снова скотчем продолжив наш забег к 67 тысячам ребята такое движение цены является обычным это стандарт для рынка биткоина график позволяет мне продолжить придерживаться тренда и лучшим это показывает недельный график и аналогично тому что мы с вами уже обсуждали это сетап загнанный в ловушку ликвидности напомню вам аспекты данного сетапа который заключается в том что находясь в идущем по тренду рынке когда образуется крупная свеча сопротивления когда фитиль это 45 или более процентов от тела самой свечи если мы посмотрим эту свечу то увидим что фитиль гораздо больше тела снизу то вы можете сделать предположение что здесь множество шортов и если мы преодолеваем вершину этого фитиля то образуется шорт сквиз и в рынке с трендом когда 20-недельная емэй находится по 45 градусов и если вы преодолеваете вершину этого фитиля то шорт сквиз загнанный в ловушку ликвидности приводит вас коэффициенту риска вознаграждения один к полтора что приводит к более чем 60 тысячам для простоты я округляю до целого числа это то состояние в котором мы по-прежнему остаемся я знаю что многих людей в крипто есть проблемы с принятием того что на недельном графике и сетапе о котором мы говорили на недельном графике для отработки занимает недели помню времена когда я говорил этой цели люди писали мне жаловались кевин почему мы не достигли 60 тысяч знаете почему на это нужно время это недельный график поэтому для этого по крайней мере нужно несколько недель вы должны дождаться для того чтобы ваши цели могли быть достигнуты поэтому данный сетап может быть нарушен только в том случае если мы опустимся ниже свечи или трендовой линии так что если предположить что цена опустится вниз к трендовой линии и мы ее преодолеем тогда я скажу что сета по шортсквизом наверное неверный но пока он абсолютно верный а мы очень вероятно увидим продолжение данного шортсквиза по этой свечи в направлении 60 тысяч я придерживаюсь этого плана я придерживался его и он работал так что bitcoin нашел поддержку над 50 тысячами что есть очередной позитивный сигнал кевин иди сюда дай обниму в мире переполненном различным шумом мусором и ненужной информацией ты умеешь позитивно конструктивно а главное очень понятно все разложить по полочкам жму руку спасибо а ты дорогой зритель если интересно продолжение этого видео напиши в комментариях мы переведем его очень быстро и на этой позитивной ноте я с тобой дорогой зритель прощаюсь нажми лайк если зашло нажми дизлайк если не зашло напиши в комментариях почему и не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик ведь уже на подходе перевод свежего выпуска олеся у расстания в общем не уходи далеко и до скорой встречи